замечательно ну что ж друзья давайте начнем мы хотим всех поприветствовать и у нас замечательное обновление замечательное объявление итак сегодня мы с вами будем говорить это что на протяжении последних двух недель мы не прекращая путешествовали по всему миру мы были вместе в дубае эдвард илья и я а затем эдвард и илья вылетели в страну которую мы сегодня не будем называть будущем и назовем но мы только что смогли получить самый первый самую первую лицензию на первый дата центр по криптовалюте в этой стране и мы очень рады тому проекту который мы будем объявлять на нашем мероприятии в дубае и это будет будущего майнинга криптовалюты биткоина и мы это все будем делать используя модель nfc где у каждого человека в мире будет по сути возможность владеть своим собственным оборудованием по майнингу для того чтобы вы могли зарабатывать биткоины на ежедневной основе используя эти продвинутые технологии технологии жидкого погружения и у вас также будет доступ для того чтобы наращивать этот биткойн через стратегия искусственного интеллекта через стратегии и эндотека и это было объявлено и мы уже поговорили с наверное самыми крупными компаниями в мире которые этим занимаются мы говорили самыми крупными компаниями которые занимаются майнингом поговорили с разными производителями и все сейчас уже настроены для того, чтобы сделать то, что раньше никогда не делалось. И одна из больших причин, по которой вы действительно хотите быть с нами на этом мероприятии в Дубае 28 и 29 марта, причина заключается в том, что просто посещая это мероприятие, вы заработаете определенную долю в бонусном пуле майнинга биткоинов. И я был в этой индустрии давно, я уже давно здесь работаю, и я никогда не сталкивался с ситуацией, где просто находясь на мероприятии по запуску, я бы мог получить долю в доходах того проекта, который презентуется. Поэтому вы не хотите упустить мероприятие. Просто то, что вы будете на мероприятии, вы сможете тем самым заработать определенную долю в пуле майнинга биткоина. Это мощная промо. У нас также есть сильная промо, которую мы объявили 9 января. Если вы порекомендуете людей на 5000 USDT в личных рефералах, с 9 января, тогда когда мы впервые объявили об этом промо, до мероприятия в Дубае, то есть в конце марта, если за это время вы сможете пригласить людей на 5000 USDT, то вы также заработаете долю в этом бонусном пуле. И если у вас есть 5000 USDT в личном объеме рекомендаций, плюс если вы придете на мероприятие в Дубае, вместо того, чтобы получить 2 доли в этом бонусном пуле, вы сможете получить 4 доли в этом бонусном пуле. И, друзья, это будет очень и очень значимо. Мы знаем, мы знаем цифры, которые у нас есть. Мы знаем, что прямо сейчас это будет по-настоящим виповским лидерским мероприятиям. И это возможность для вас по-настоящему получить долю в продукте в одном из самых крупных биткоин майнинг-операций, которые переходят в эту следующую эру технологий майнинга биткоина. Мы надеемся, что вы все будете там. Вы можете перейти на сайт daisydesarab.com для того, чтобы зарегистрироваться на это мероприятие. И вы не хотите это упустить, потому что мы там проведем замечательное время, там будут замечательные объявления, замечательные приглашенные спикеры. И это будет целых 2 дня, в рамках которых мы будем концентрироваться в нашем будущем вместе. И мы надеемся, что каждый человек в нашей семье Daisy присоединится к нам на это мероприятие. И мы здесь сейчас, в Израиле, потому что мы настолько, находимся в предвкушении того, что мы уже смогли сделать с эндотеком. И мы знаем, мы знаем. И знаете, этот прошлый год, это был один из годов, где мы тестировали и разрабатывали искусственный интеллект. Мы знаем, что все задавались вопросом, когда же, когда же ForexEE запустится наконец-то вживую? Есть ли какая-то надежда, что искусственный интеллект по криптовалютам будет показывать лучшие результаты в этом году? И мы хотим вам сказать, у нас много хороших новостей. И Эдвард, и Илья, мы хотим всегда убеждаться в том, что вы понимаете, что мы здесь на долгий срок. Это не какой-то краткосрочный план, и Daisy это не проект, который здесь сегодня, а завтра его здесь не будет. Это проект, который здесь, и который останется здесь на долгосрочную перспективу. Мы будем продолжать строить, мы будем продолжать преуспевать и выигрывать вместе. Когда мы проходим через вызовы, как проект, как сообщество, то это просто означает, что мы делаем то, что раньше никогда не делалось. А когда вы делаете то, что раньше никогда не делалось, вы так или иначе будете сталкиваться с разными вызовами. С такими вызовами, с которыми вы раньше не сталкивались. То есть отличие между теми, кто проигрывает, заключается в том, что одни просто говорят, что мы будем продолжать действовать даже тогда, когда сталкиваемся со сложностями. И тогда, когда возникают сложности. Это возможность проявить вашу целеустремленность. Это возможность решить ваши вопросы. Это возможность столкнуться лицом к лицу с вашими вызовами. Вы можете пускать и длинные, сильные корни, которые позволят вам добиться долгосрочного успеха. И это наше мышление в Дейзе. Это то, о чем мы думаем. Мы хотим заверить всех, что мы сейчас находимся, по сути, на самом начале нашего пути. Ведь, знаете, 28 и 29 марта будет отмечать наш первый год запуска. Ведь мы запустились в январе 2021 года, и мы, по сути, запустились в конце марта прошлого года, если говорить про нормальный запуск. И поэтому конец марта будет такой вот вехой, где мы можем отпраздновать наш первый год вместе. И давайте мы будем праздновать те достижения, которые мы смогли получить. А вы били все рекорды в этой отрасли. Давайте всегда оставаться честными друг с другом. Мы действительно столкнулись со многими вызовами. У нас, возможно, были некоторые разочарования на нашем пути. Возможно, некоторые ожидания не свершились. Но, опять же, помните, что неудача – это не тогда, когда вы просто падаете. Это когда вы падаете и отказываетесь снова встать. Конечно же, мы сталкивались с некоторыми сложностями на нашем пути. Да, у нас были некоторые разочарования по пути, но ведь именно это делает нашу историю такой волшебной. Потому что в этом году, в 2022 году, мы увидим самое большое ускорение, самый большой двигающий момент, который мы когда бы то ни было видели. И мы говорили последние пару дней с Анной, с ее командой. И хочу вам сказать, что со стороны искусственного интеллекта, криптовалют, мы достигли очень больших прорывов, которыми она с нами делилась. И Эдвард, и мне кажется, мы с тобой поняли только сколько 10 или 20% технологической составляющей, то, как это работает. Потому что там все было достаточно высокоуровнево в плане математики и всего остального. Но, тем не менее, прямо сейчас происходят прорывные моменты, которые программируются в искусственный интеллект. На протяжении следующих недель и месяцев у нас есть настоящая возможность увидеть по-настоящему удивительные прорывы. Вдобавок к этому, искусственный интеллект прямо сейчас набирает новые-новые торги, поэтому мы сейчас уже спозиционированы в нужном месте с биткоином, эфиром и другими валютами. Но рынок это рынок, поэтому здесь, конечно, гадать дело неблагодарное. Но мы чувствуем, что у нас все очень хорошо. Ну да, искусственный интеллект тоже думает, что у нас все хорошо, поэтому это по-настоящему удивительно. Да, и вчера доктор Ана открыла для нас здесь торговый счет, чтобы мы могли посмотреть, как это все происходит в режиме реального времени. И некоторые люди спрашивали нас даже, да, действительно ли они там занимаются трейдингом, или они просто их закупают, а потом продают. Но мы видели, как выполняются торги, мы видели, как это все происходит в режиме реального времени. Здесь все на 100% прозрачно, все на 100% по-настоящему. И мы просто рады. Мы увидим замечательные вещи в ближайшие года, месяцы, недели. И нас ждут по-настоящему большие прорывы, которые позволят эндотеку и искусственному интеллекту Дейзи стать самым большим явлением в индустрии технологии во всем мире. Конечно же, у нас были определенные сложности и вызовы, и были разочарования. Но именно это делает наше путешествие таким красивым. Потому что, когда мы добираемся до другой стороны, и когда все осознают, что это является одной из самых мощных платформ искусственного интеллекта, из тех, которые когда бы то ни было создано, которые делают то, что раньше никогда не делалось, мы сможем это презентовать всему миру в ближайшие грядущие месяцы. Мы сможем в ближайшее время осознать, что наше путешествие стоило того. И я, если честно, совсем не против того, чтобы пройти через разные самые сложные ситуации в жизни. Я не против сложных ситуаций, не против вызовов, если только я знаю, что игра стоит свеч. Если мы знаем, что игра стоит свеч, то мы сможем это все пройти. И мы проходим через... Если вы просто сталкиваетесь со сложностями беспричинно, то тогда, конечно, другой разговор. Но мы знаем то, куда мы идем. И мы знаем, что те вызовы, которых мы преодолеваем сейчас, стоят того. Поэтому, во-первых, у искусственного интеллекта в криптовалюте были замечательные прорывы. С доктором Анной и другими учеными. И вы будете видеть результаты их работы в ближайшем будущем. Во-вторых, это то, чего, наверное, ждали все. Когда же Форекс наконец-то запустится? Когда же мы наконец-то запустим Форекс? И мы очень горды иметь возможность объявить, что на сегодняшний день 3 миллиона или 25% счетов уже переданы в режим реальной торговли. И вы будете увидеть, как торги начинаются на протяжении следующих нескольких дней. Затем, после недели, может быть, после двух недель, когда мы убедимся, что все и правда хорошо, мы добавим еще денег. Когда мы увидим, что ИИ действует так, как мы ожидали, что он будет действовать, что технология работает правильно, мы затем добавим все оставшиеся средства, и искусственный интеллект начнет выполнять торги. Поэтому, друзья, мы официально запустились. ИИ — это то, что уже работает на Форексе на сегодняшний день. Поэтому это является замечательными новостями, мы все можем проразновать их вместе. Итак, есть ли какие-нибудь другие объявления, о которых нам нужно рассказать перед тем, как мы передадим слово доктору Анне? Ну, не столько объявления, но я просто хочу убедиться в том, что все понимают, что мы провели время с доктором Анной, с командой, и кое-что, что нужно понимать, это то, что разработка ИИ началась какие-то в мае, то есть у нас даже не год еще разработки. И даже за такой короткий срок мы уже увидели огромное количество прогресса. Я не уверен, сколько мы можем раскрывать, ну, что-то раскрывать-то точно можем, да? Но, тем не менее, это то, что очень важно, потому что прошло меньше года с тех пор, как разработка шла полным ходом, и поэтому я думаю, что многие ожидали мгновенных прорывов, но на эти прорывы нам потребовалось время. Итак, хорошо, а можешь ли ты поделиться с нами тем, насколько большая у нас команда? Ведь я сам, если честно, удивился. Ведь наша команда находится по всему миру. У нас есть команда, которая находится везде. Итак, позвольте же мне, во-первых, хочу сказать всем привет. Я очень рада снова вас всех видеть, потому что вы те, кто позволяет нам делать то, что мы делаем, и это позволяет нам чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Мы рады, что у нас есть возможность над этим проектом работать. Для нас это замечательное, удивительное, волшебное путешествие, открытие. И, как Джереми и сказал, с определенной точки зрения мы видели очень большие проработки, мы увидели преодоление сложностей. Но если мы говорим про внутренние процессы, то мы двигаемся вперед. И мы понимаем, что на это требуется время. Мы уверены в том, где нам нужно находиться с каждым шагом. И это выглядит все очень замечательно с точки зрения дальнейшего дохода. И нужно кое-что сказать про мою команду. Здесь, к несчастью, мы не можем закрывать глаза на трагедии, которая происходит сейчас. Из Украины у нас замечательно большая команда. У нас 70 человек в НДТЕКе. У нас люди, которые находятся в Украине и работают из Украины, из Белоруссии, из России, из Израиля. И наши сердца, они сейчас вместе с Украиной, где происходят те ужасные вещи, которые происходят с тем, как мы говорим. Мы находимся в постоянном контакте с каждым членом нашей семьи НДТЕК. Мы поддерживаем их так, как можем. Мы поддерживаем их как можно сильнее. И опять же, я просто хочу надеяться на то, что мир скоро станет возможен. И я по-настоящему горжусь тем, что мы все объединены. В НДТЕКе у нас нет войны. Даже несмотря на то, что мы здесь из разных стран, мы все равно здесь стоим как одно единое целое. Мы поддерживаем друг друга, и это особенно актуально сейчас во время событий в Украине. Наши сердца с вами. И мы желаем вам всем оставаться в безопасности. Желаем всем оставаться в безопасности как сегодня, так и в протяжении грядущих недель, чтобы вы могли хорошо пройти ту ситуацию, с которой мы столкнулись. Но даже в Украине, даже в этих сложных ситуациях, мы все равно продолжаем работать. Мы продолжаем, надеюсь, привносить определенное спокойствие в те ситуации, с которыми сталкиваетесь вы. И возвращаясь к ситуации с Форексом, конечно, для нас это было нелегко. Потому что мы действительно столкнулись с техническими сложностями, но сейчас мы уже смогли эти технические сложности преодолеть. И сейчас мы уже более полумиллиона в Форексе запустили в торги. Мы видим, что происходит, мы видим результаты работы алгоритмов. Сейчас результаты везде улучшаются. Я показывал уже ребятам, которые здесь, алгоритмы, которые у нас запущены. Они все работают хорошо, предварительно показывают хорошие результаты. Мы работаем часовой алгоритм и четырехчасовый алгоритм. И сейчас, как уже сказали, там три миллиона у нас уже запущено. Но дальше мы будем видеть понижение этих временных рамок торгов до получасовых торгов и даже более быстрыми. И поэтому на протяжении следующих недель мы должны начать видеть результат. Мы должны начать видеть, как ситуация улучшается. И я уже объясняла, что есть много разных элементов, которые люди не видят. Есть много такого, что вы не видите в этой истории. Потому что вопрос здесь не только в том, чтобы найти лучший алгоритм. Вопрос в том, чтобы все работало вместе, сообща, без перебоев. Чтобы все железо, весь софт, который мы разработали, чтобы он мог работать полностью автоматически, с полным выполнением всех заданных алгоритмов. Чтобы мы одновременно могли смотреть за тем, что у нас все под контролем. Чтобы если вдруг ИИ делает что-то не так, мы могли его подловить в нужный момент. И здесь это целый механизм, который позволяет нашей автоматизации работать. Это все требует много движущихся частей. И опять же, как только мы стараемся что-то улучшать, нам нужно улучшать каждую составляющую этого процесса. И поэтому со стороны Форекс, опять же, мы очень рады, что мы уже прошли через первую фазу. Мы для самих себя подтвердили, что наши алгоритмы работают именно так, как мы хотим, чтобы они работали, как они показывают те же результаты, как и они показывали время бэкэнд-тестирования, что у нас достаточно хорошие показатели, что мы можем спокойно, имея эти показатели, переходить к следующей фазе. Следующая фаза будет длиной в одну неделю или в две недели, ну, столько, сколько потребуется. Мы надеемся, что она будет недолго. И потом мы сможем перейти в последнюю фазу, где мы сможем запустить полные объемы в торги, с полным уже размахом плечей и с полным набором всех алгоритмов, которые мы можем пускать в работу. Да, почему ты улыбаешься, почему ты смеешься? Да, я думаю, что мы еще видим самих себя, там Джереми что-то сделал, и мы сами себя начали видеть на экране. Слушайте, да, можно посерьезнее? Ну, здесь просто все те чаты, и мы сами себя видим, но сейчас, сейчас, все, все, соберемся. Да, с Форексом все хорошо, как Джереми уже упомянул, да, мы очень рады тому, что происходит. Мы были длительное время в периоде, где мы сражались за то, чтобы эти прорывы получать, и они приходили к нам с большими усилиями нашему, и пришлось многое разрабатывать. Мы многое получили в плане рекомендованных паттернов, и он потихонечку становился все более и более эффективным, и это, в свою очередь, привело нас к прорывам, которые позволили нам понять, как именно можно переходить от бенчмарков до ситуации чистой альфы. Раньше наш основной фокус внимания заключался на том, что лучше покупать и держать, но сейчас мы потихонечку меняемся на то, чтобы быть полностью в альфе, то есть чтобы у нас были хорошие показатели при любых рыночных условиях. И это очень многое значит. Это очень большой прогресс для нашего движения, и мы это сейчас внедряем, и, как я уже говорила до этого, в смысле алгоритмов у нас уже все достаточно проработано, и сейчас мы просто перемещаем последние составляющие для того, чтобы наши процессы, эти новые алгоритмы поддерживали, и на это нам нужно будет, может быть, неделя, может быть, две, может быть, месяц. Но мы уже почти там, и я очень рад видеть те результаты, которые мы получаем, как целое сообщество. И, конечно же, наш фундаментальный анализ в DAISY тоже прогрессирует. Мы сейчас уже переходим на другие рынки, мы смотрим на возможность работать на рынке сырья. Опять же, здесь мы видим очень оптимистичные результаты того, что будет происходить, мы хорошо понимаем рынки, хорошо понимаем состояние рынка, поэтому все действительно двигается вперед, и мы планируем, что в Дубае мы замечательно проведем время, и мы расскажем вам про технологическую составляющую, расскажем вам про алгоритмическую составляющую, и особенно расскажем вам о том, о чем мы говорили в прошлый раз, о той новой инвестиционной категории, в которую мы стараемся как эндотек, в которую мы как эндотек стараемся попасть. И мы расскажем вам, кто будет частью наших клиентов, мы расскажем вам, кто является частью наших инвесторов, которые нуждаются в этой категории, как к этому лучше всего подходить и чего ожидать. Да, вы знаете, когда вы выстраиваете мультимиллиардно-долларовые проекты, огромные компании, когда эти компании настоящие, такие как DASY, такие как Endotech, такие как наша сейчас программа по майнингу биткоина, это ведь все имеет значение. Это то, что происходит не мгновенно, это не то, что является пирамидой или чем-то еще. Многие люди думают, что постоянно все должно быть идеальным, но в настоящем мире так это не работает. В настоящем мире нужно строить все. Камень за камнем. Сначала основа, потом следующие шаги. Вы сталкиваетесь с настоящими сложностями, эти сложности решаете, и это именно то, частью чего вы можете стать. И когда мы говорим про сообщество краудфандинга, мы говорим про возможность владения долями. Это возможность владения долями в настоящих проектах, как то, о чем сейчас говорила доктор Анна. Это работа с настоящей разработкой, работа с настоящим путем бизнеса. Это не просто, когда все происходит по щелчку пальцев. Это происходит не мгновенно. Когда вы думаете, что все должно произойти по щелчку пальцев, вы не понимаете, как это работает. Мы понимаем, что все то, что в мире стоит того, чтобы за это бороться, требует времени, требует терпения, и требует выстраивания слой за слоем, шаг за шагом, с глубокими корнями, которые входят в работу. И время, которое мы провели здесь, в Израиле, позволило нам с большей уверенностью говорить и с большей уверенностью смотреть на то, что делает Эндотек. Поскольку это наш первый краудфандинг проект, мы понимали с самого начала, в какую сторону движется эта компания. И не нужно думать даже на секунду, что один год, или что один месяц, или что одна неделя определяет судьбу, определяет будущее. Мы сейчас находимся всего лишь в первом году, где мы только закладываем фундамент. И сейчас мы приближаемся ко второму году, потом будем приближаться к следующим годам. Нужно понимать, что это долгосрочный проект, и поэтому все из вас, кто является частью, да и из-за части этого сообщества, просто знаете, что вы часть чего-то настоящего, и мы только в начале нашего пути, и лучшее еще впереди. Да, вчера мы сидели в офисе, и там мы смотрели на графики, и мы видели эти входы, выходы, входы, выходы, и я вижу кое-что очень хорошее, и я потом смотрю на графику и говорю, вот, смотри, здесь это выглядит очень круто. И это было как раз новое решение этого прорыва, которое происходило и вчера. Я спрашивал, как быстро мы можем все это подключить, и мне приходилось задавать этот вопрос несколько раз. Но у нее есть специальный показ того, что мы делаем сейчас, и они показали нам, как мы делаем это сейчас, и что мы дальше будем внедрять, и там еще четыре дальнейших пакета, которые они будут внедрять по обновлениям. И мы видим, что там еще разрабатываются четыре дополнительных уровня, помимо этих четырех существующих. Это просто показывает нам только начало пути этого искусственного интеллекта. Но я видел те торги, которые были выставлены этой новой системой. Это еще не полностью внедрено в DAISY, потому что все еще проходит тестирование, но я посмотрел на это, и, о, боже мой, это было круто. Единственный вопрос в том, что сложно ждать, пока это все внедряется. Да, ждать иногда сложно. Ну да, давайте будем надеяться, что нужно подождать только неделю, а не месяц. Но я думаю, что не все понимают, насколько это значимо, потому что некоторые люди, возможно, думают, ну а почему бы просто не подождать до тех пор, пока искусственный интеллект не закончит процесс разработки, и только потом вложу свои деньги в трейдинг с эндотекком. Ну, причина проста, потому что те из нас, кто участвует в краудфандинге до того, как искусственный интеллект завершен, вы получаете нечто намного большее, чем просто результативность искусственного интеллекта. У нас у всех есть доступ к результативности искусственного интеллекта, но наше сообщество имеет ранний доступ к показателям и результатам искусственного интеллекта. На самом деле вы получаете долю в этой технологии. И мы весь день сегодня и вчера провели во встречах, потому что, по сути, когда краудфандинговая стадия закончится, вся наша цель заключается в том, чтобы этот ИИ был доступен всем. Наш ИИ, ведь знаете, сейчас огромные институциональные инвесторы выстраиваются в очередь, чтобы получить возможность доступа к результатам этого искусственного интеллекта. Я думаю, что сотни людей придут и будут просить нас присоединиться к ним, когда мы этот ИИ представим миру. И вы, как часть Дейзи, как часть людей, которые владеют долей в эндотеке, это принадлежит вам. И я буду рад видеть те волшебные новые результаты, которые мы получим. Но то, что вы имеете, на самом деле много больше, чем все это. Вы не только получите доступ к этим новым результатам, к этим новым результатам искусственного интеллекта, но вы будете также владеть долей этой технологии. И каждый из вас владеете долей этой технологии. И мы эту технологию выведем в мир, мы ее выведем в массу. И поэтому, когда у вас появляется возможность быть частью чего-то настолько большого, это стоит ожидания. И я просто рад, что у нас наконец-то запустится Форекс. Для меня это самая большая новость на сегодняшний день. Да, там уже проходят первые переводы. Но я бы хотел с вами, кроме этого, поговорить о том промо, который нас ждет в Дубае, чтобы у людей было четкое понимание того, что именно мы предлагаем. Есть кое-что такое, что многие люди упускают. Мы уже говорили о долях. Понятно, доля – это очень ценно, это очень круто, это очень важно. Но у нас есть доли, которые с каждым пакетом, то есть сначала с первым пакетом, со вторым пакетом, с третьим пакетом, до самого мероприятия. Они есть такие, как сейчас, но потом они будут снижаться. Поэтому сейчас это самая большая промо из всех возможных для вас. Потому что, во-первых, вы можете получить определенную долю в майнинговом пуле, просто приезжая, посещая мероприятия в Дубае. Ведь если бы мне нужно было достигнуть высокого уровня, то я бы, возможно, кроме этого, дальше бы ничего не делал, потому что это уже по себе очень ценно. Но вы можете еще и радоваться, пока вы все это делаете. Вы можете пригласить ваших друзей, вы можете, приглашая своих друзей, получать большую долю сейчас, чем если бы они присоединились позже. Мы не хотим разочаровать тех людей, которые присоединились к нам там давно, потому что те люди, которые к нам присоединились, должны получать определенное вознаграждение за эту раннюю поддержку. Поэтому мы будем потихонечку снижать доли, которые люди получают при покупке пакетов. Поэтому прямо сейчас все те люди, которые вкладываются в Дейзи, вы будете получать больше процент долей до мероприятия, чем вы сможете получить, когда бы это ни было уже после мероприятия. Ведь процент той доли, которую люди будут получать, она половинится по факту. Поэтому сейчас возможность получить долю просто беспрецедентна. То есть да, и вы знаете, что 70% сейчас заходит в тестирование. И очень важно понимать, что нужно повторять снова и снова и снова. И я думаю, что когда мы это говорим, я бы хотел еще раз повторить и напомнить всем, что это следующий проект, который мы запускаем. И поймите, мы не будем запускать следующий проект, вот этот проект по майнингу и по NFT до тех пор, пока мы не на самом деле получим новую волну ускорения. Пока мы не почувствуем уверенность, пока мы не почувствуем, как наш Форекс запускается. Потому что, ведь знаете, это не что-то, что пытается спасти наш проект. Да просто способ, при помощи которого мы все стараемся перевести на следующий уровень в эндотеке. С нашими стратегиями в биткоине, с возможностью владеть вашим собственным оборудованием для майнинга. Но мы будем выстраивать одну из самых крупных операций по майнингу в мире. И мы это делаем с самыми новейшими технологиями, которые когда бы то ни было существовали. С технологией жидкого охлаждения, с новыми чипами, со всем тем, что мы привносим на рынок. И мы все это, кстати, будем объявлять в Дубае, поэтому вы не хотите это упустить. Но в числе наград тем, кто участвовал в запуске Форекса, ведь знаете, мы знаем, что вы, скорее всего, участвовали с октября или даже с ноября. Мы знаем, что вопрос номер один, который задавали нам, заключался в том, а когда же запустят Форекс? Когда же запустят Форекс? Если вы ждали этого, если вы верили в наше видение. И нужно понимать, что это огромная награда, которая передается всем этим людям. Любой человек, который участвует в предзапуске Форекса в октябре или в ноябре, 1% всех добытых биткоинов из всей создаваемой нами операции по майнингу, которую мы создаем вместе, она будет распределена в этом бонусном пуле. Поэтому если вы поучаствовали в Форексе в октябре и в ноябре, то вы автоматически получаете доли в этом бонусном пуле. Если вы пришли еще на мероприятие в Дубай, то вы получаете дополнительные доли в этом бонусном пуле. Если вы привлекли людей на 5000 USDT с 9 января по 28 марта, то вы также получаете доли в этом бонусном пуле. Если вы делаете и то, и то, то вы получаете 4 доли вместо 2 долей. Вы удваиваете количество своих долей. И, в конце концов, для всех тех, кто участвовал в пресейле DAISY токена еще в июле 2021 года, это означает, что у вас есть токены, которые находятся в Вестинге. Или если вы заработали токены через пулы, пейсеттер, бонусы, через любые планы вознаграждения, это означает, что у вас есть бонусные токены, которые вы заработали. И у вас в марте будет возможность застейкать эти токены. И мы будем объявлять это в более позднее время. Они сейчас в Украине, они сейчас это все разрабатывают. Они из Киева переехали в более безопасное пространство. У них там новый офис работает, и они завершают эту работу. Но вы сможете стейкать эти токены DAISY. И когда вы будете стейкать эти токены, которые находятся в Вестинге, вы также будете зарабатывать долю в другом бонусном пуле. Поэтому были ли у нас вызовы? Конечно. Но подумайте об этом. Несмотря на то, что каждый человек, который верил в наше видение, который предпринимал действия, вы все получаете вознаграждение с запусканием наших проектов по DEX. Но будут люди, когда мы запускаемся, будут такие люди, поскольку вы заработали долю в этом бонусном пуле. Будут люди, которые будут получать огромное вознаграждение за то, что вы были тем, кто верил в то, что мы делаем. И это будет по-настоящему огромными наградами. И в этих пулах, кстати, есть еще кое-что интересное. Ведь вы сможете попасть в них только единожды. И все эти доли будут распространены. И все, пул дальше не будет размываться. И майнинг будет расти с протяжением лет. И вы будете все получать, и получать, и получать вознаграждение. Именно поэтому это так ценно. И я бы хотел кое-что сказать быстренько. Я бы хотел показать вам офис, если можно. Ну да, мне кажется, хорошая идея. Да, давайте это и сделаем. Так. Ну что ж, все начинается отсюда. Давайте проведем небольшой тур. Я не знаю, если вам видно, насколько длинный этот коридор. И здесь у нас мистер видео. Если вы увидите видео доктора Анны или видео эндотека, то как раз здесь они записываются. Так, вот посмотрите. Мне нужно вам быстренько показать, как это все выглядит. Вот это вид из их офиса. Посмотрите. Это, наверное, люди, которые находятся в самых крупных компаниях. И мы все здесь в одном месте. Здесь ребята, которые занимаются военными разработками, системой безопасности, искусственным интеллектом. Здесь открывается просто волшебный вид. Это находится буквально на окраинах Тель-Авива. И здесь у нас есть такой небольшой садик. Видно, как все работают. Я бы хотел представить вас. Так, привет, привет. Как у тебя дела? Хорошо? Да, мы с Павлом, кстати, много работаем. Потому что Павел как раз тот, кто занимается помощью в разработке. Итак, вот он. Да, я хотел бы вас быстренько всех представить. Итак, это наш CFO, правильно? CFO Эндотека. И у тебя просто выдающийся опыт в бизнесе. Поэтому можешь рассказать всем то, какой у тебя опыт, и где ты видишь, что Эндотека окажется через некоторое время? Джереми, мы совсем не слышим из-за тебя, если что. Так, они говорят мне, что меня не слышно, поэтому мы сейчас сделаем одну хитрую штуку. Так, друзья, сейчас вам меня слышно? Привет, я CFO нашей компании. У меня более 20 лет опыта работы как в публичных компаниях, так и в частных компаниях, в отделе мерджеров и слияния и покупок. И я очень рад быть частью команды Эндотека, и я уверен, что вместе, все вместе, мы сможем создать по-настоящему великолепный бизнес. И я вижу яркое будущее для нашей компании, и я уверен, что мы все сможем почувствовать те плоды, которые мы сможем вместе получить, и предвкушаю дальнейшую работу вместе. Так, сейчас мы найдем Дмитрия. Дмитрий у нас это COO, главный по операциям. Да, привет, брат. Так, у нас здесь сейчас живой созвон Zoom, и Дмитрий — это сооснователь и COO. За последние годы мы выстроили замечательные отношения, и я бы хотел передать тебе камеру и попросил бы тебя рассказать пару слов. Расскажи нам про твою роль в Эндотеке. Сейчас я включу камеру. Да, всем привет, рад со всеми вами встретиться, познакомиться. Да, есть очень особенная причина для посещения Эдварда и Джереми Израиля, и мы подготавливаем для вас что-то по-настоящему волшебное. Я надеюсь, что в скорое время вы сможете это увидеть, сами сможете испытать то, что мы для вас готовим в ваших собственных счетах, чтобы вы смогли увидеть это в непосредственных результатах, которые вы сможете видеть. И, во-первых, как вы видите, мы здесь работаем без остановки, мы продолжаем двигаться вперед, даже несмотря на то, что есть много камней преткновения из-за, конечно, вот ситуации с войной. Но мы надеемся, что это все скоро закончится, и мы все сильны. Мы продолжаем работать, несмотря ни на что. Мы работаем в том же темпе, для нас ничего не изменилось, и поэтому мы в предвкушении возможности скоро предоставить вам результаты того, над чем мы работали. И огромное вам спасибо за ваше внимание. Да, Дмитрий, спасибо тебе за то, что поделился. Так, я думаю, я сейчас сяду сюда, чтобы поесть, а вы, доктор Анна Сэдвардом, заканчивайте за меня. Ай, шутка. Джереми, ты забыл показать им самый большой и самый крутой офис из всех. Так. Мне только что сказали, что я забыл самый крутой офис, офис доктора Анны. И вот где происходит настоящее волшебство? Мне нужно вам показать кое-что очень крутое. Мне очень нравится эта фотография, поэтому посмотрите. Мы тебя не слышим, Джереми, у тебя звука нет. Нет, она обожает эту фотографию, потому что в жизни иногда вызовы, с которыми мы сталкиваемся, иногда чувствуются, как будто бы мы сражаемся с чем-то непреодолимым. Мы чувствуем, как будто у нас есть что-то такое сложное, такое непреодолимое, и мы иногда сомневаемся, сможем ли мы вообще выжить. Но как только мы отдаляемся и смотрим на общую картину, мы начинаем понимать, что это всего лишь нечто маленькое. Даже несмотря на то, что когда мы с ней сталкиваемся, мы думаем, что это очень сложное что-то, но на самом деле это что-то очень маленькое, и мы сможем пройти через это вместе. И это именно то, что мы чувствуем с этими вызовами. Итак, доктор Анна, Эдвард, передаю вам снова слово. Так, вот это еще раз офис доктора Анны, и вы видите, что здесь происходит то гениальное, что мы в итоге видим в результате. Итак, Эдвард, Анна, передаю слово вам. Да, доктор Анна сейчас включит демонстрацию экрана. Да, но хочу сказать, что половина из того, что Джереми сказал, было не слышно. Вот та фотография, которую мы видели, это, по идее, большая цель доктора Анны, хотя на самом деле это муха, которая увеличена на картинке, которая показывает нам относительность размера тех сложностей, с которой мы сталкиваемся. Да, я бы хотел поделиться с вами небольшой информацией, чтобы вы понимали реальность того, что происходит с тестовыми счетами DAISY. Так, а вам слышно нормально, доктор? А ну хорошо слышно? Да, да, хорошо слышно. И просто, чтобы показать вам это еще раз, у нас есть наши субсчета, мы работаем с разными стратегиями, у нас есть стратегии на биткоин, стратегии на эфир, стратегии на альткоины. Прямо сейчас везде у нас открыты длинные лонги, и у нас есть разные позиции с плечами в 3 раза, в 4 раза, в 5 раз. И некоторые позиции в биткоин мы зашли сейчас на отметках 41, в фирмы заходили на отметках 28, 29 сотен, поэтому везде у нас достаточно бычьи позиции, и будем смотреть на то, как будет развиваться рынок. Это просто, чтобы вы видели, что это то, как работает трейдинг, и что здесь мы видим каждую стратегию. Так, сейчас я это здесь размещу. Вот, например, это конкретная стратегия. Здесь мы зашли на отметке 2900, и если мы посмотрим на другие алгоритмы, которые действуют, то мы увидим разные точки входа. Например, вот здесь мы видели, что точка входа была 2600, поэтому, опять же, разные точки входа в торг, разные активы, и все в целом выглядит очень хорошо сейчас, поэтому, опять же, мы увидим сильные прорывы, мы увидим сильный прогресс в ближайшее время, а прямо сейчас мы все еще в плюсе, если мы говорим про DAISY FOND в целом, но нам нужно сильно улучшать наши показатели, как мы уже и говорили, конечно, гарантии давать не можем, но мы работаем над этим 24 часа в сутки, чтобы видеться в том, что это происходит. И очень скоро это все будет отражено в результатах. Да, нам все еще предстоит многое сделать, но то, что я вижу, смотря на эти открытые торги, когда вы смотрите на это с точки зрения торгов, все кажется достаточно простым, кажется, что легко управлять одним счетом или десятью счетами, но когда доктор Анна показывала нам сегодня, а сегодня она показывала нам целую систему, то есть как оно все взаимосвязано, она показывала нам всю эту архитектуру. Я говорил ей, что нужно обязательно это снять и показать всем, потому что раньше мы не видели всю сложность и многосоставность этой системы. Такого раньше никто не делал, это сложно. И это очень и очень успешно. В будущем, когда все это будет готово, мы сможем увидеть настоящее волшебство. Именно поэтому мы решили финансировать этот проект, именно потому, что мы верили, что она сможет выполнить ту мечту, которую она говорила, и мы сможем добиться этого вместе. И я на протяжении долгого времени хотел этого делать. И понятно, что у нас были разные ограничения, у нас были билеты еще в прошлом году, чтобы сюда прилететь, потом все резко закрыли, прилететь была невозможность, но так или иначе, мы здесь сейчас, я думаю, что это не просто так, я думаю, что это все не случайно. Хорошо. Круто, круто. Ну что ж, Илья, конечно, очень странно быть здесь без тебя. Да, я чувствую, что мы как будто бы разделены, да, учитывая особенно эти две недели, которые мы провели вместе в Дубае, и где мы делаем все бок о бок. И поэтому хочу передать слово тебе, чтобы ты поделился своими мыслями, с нашим сообществом. Ну, для начала мы, конечно же, продолжали подготавливать это постоянно. Мы встретились в Москве, мы провели определенное количество времени в Москве, и у нас в Москве произошло очень успешное лидерское мероприятие, где мы смогли предоставить более четкое, ясное видение из Москвы. Потом мы приехали в Дубай, там мы встретились с тобой, и в следующий раз, надеюсь, ты тоже сможешь в Москву прилететь, как только все успокоится, и можно будет снова русский виза получать. Сейчас сложно говорить о русских визах, ну, все понимают. Затем мы пролетели в еще одну страну, о которой мы сейчас пока не будем упоминать, мы не будем говорить о том, где это, пока это секрет. Потом вы поехали в Израиль, я вернулся в Россию, то есть мы здесь уже где-то месяц находимся в дороге, да? То есть для нас это достаточно длительный путь, и я чувствую, что в целом мы идем в очень правильном направлении. Многое у нас сейчас в разработке, многое суперценное в разработке, и, если честно, я в предвкушении того, что происходит в НДТЕКе. К несчастью, я не смог, доктор Анна, к вам приехать в этот раз, но я уверен, что будет в следующий раз, и в следующий раз мы все пролетим туда вместе, и уже не будет ограничений, по крайней мере, с моей стороны тоже. Я очень надеюсь, что ситуация с коронавирусом подойдет к концу, учитывая то, что происходит сейчас в мире. Ну и, конечно же, новый бизнес по майнингу, который мы подготавливали уже на протяжении, наверное, пяти месяцев, это просто что-то волшебное и по-настоящему выдающееся. Это то, где мы концентрируем определенное количество нашего внимания сейчас, конечно же, не забывая о всем том остальном, что мы делаем, но будущее в целом выглядит очень и очень ярким. У нас, конечно, есть ситуация в Украине, конечно, наша команда IT, она несколько ограничена в том, что они могут делать, но, тем не менее, они делают то, что они делать могут для того, чтобы оставаться в безопасности, для того, чтобы предоставлять высококачественные услуги IT для вас, для нашего сообщества. И это то, что я хотел сказать с моей стороны. И, друзья, я чувствую, что я с вами, я чувствую, что я рядом, я смотрю в Zoom, я чувствую, что вы стоите рядом друг с другом, и мы, конечно, понятно, разделены расстоянием, но вы все близки ко мне в моем сердце. Хочешь встретиться потом внизу, да, на первом этаже? Да, почему бы и нет? Итак, также я хочу кое-что упомянуть. Ты сказал, что мы сейчас концентрированы на операции в майнинге, но я хочу, чтобы люди понимали, что эндотек и разработка искусственного интеллекта никак не связаны с тем майнингом, о котором мы говорим. То есть в эндотеке они занимаются тем, что занимается эндотек. Они доводят до конца, продолжают разрабатывать этот новый уровень искусственного интеллекта, работают вместе, но тот новый проект, о котором мы говорим, он их совершенно не отвлекает. И они, на самом деле, даже о нем вообще здесь ничего не знают. Поэтому она здесь говорит, что да, что она не знает, о чем вообще речь, потому что это с ними никак не связано. Но кое-что очень важное заключается в том, что мы на 100% сконцентрированы, как Дейзи, как эндотек. Мы на 100% сконцентрированы, даже меня здесь поправляют, говорят, на 200% сконцентрированы. шутки важная вещь, потому что шутки позволяют почувствовать энергию. Поэтому да, мы много здесь шуткуем, когда вместе. Мы на самом деле, мы, Илья, здесь сказали о том, что мы, наверное, не сможем к нему доехать. Но, короче, шутка. Я думаю, что никто не понял эту шутку, потому что здесь нужно было быть на месте, она такая контекстная, что не смешно. Но нам смешно. Так или иначе, это путешествие для нас, бизнес-путешествие, было крайне успешным. Последний месяц мы постоянно в дороге, заключаем новые сделки, готовим путь к новым большим свершениям. Наш проект по майнингу, это проект CNF Team, поэтому готовьтесь, готовьтесь, и мы, когда время придет, обязательно объявим. Но прямо сейчас мы очень сконцентрированы на нашем следующем большом мероприятии, на мероприятии в Дубае. Мы сконцентрированы на том, как запустится Форекс, вы увидите огромное улучшение в искусственном интеллекте Форекса. Ну, что сказать, мы крайне готовы, мы крайне счастливы. Мы здесь на этой неделе, и я понял, насколько правильным решением было это профинансировать. И знаете, только год спустя мы понимаем, что нам нужно больше коммуницировать, больше общаться. и мы собираемся вместе можем придумать такие замечательные новые идеи. Ведь, знаете, если нам это нужно делать чаще, я думаю, что теперь каждый вторник мы будем проводить какой-нибудь созвон, и я поговорил с доктором Анной, и она будет стараться нас более часто информировать по поводу того, что именно происходит в процессе Форекс, поэтому мы начнем больше общаться со всеми вами. Поэтому убедитесь в том, что вы не чувствуете, что вы как будто бы не в курсе, потому что здесь происходит столько всего, и нам нужно это все до вас доносить, и мы думаем, что здесь мы отчасти виноваты, потому что мы не полностью до вас доносим все то, что происходит, потому что мы так заняты в последнее время. Но мы становимся, мы становимся лучше в этой коммуникации, и всем большое спасибо за то, что вы сегодня к нам подключились, и что сказать, увидимся с вами в следующий раз. Спасибо вам за ваше внимание. Всем пока-пока. Помните, сайт daisy-disrupt.com, регистрируйтесь там на мероприятие, и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok